Глава девятнадцатая. Последнее испытание Небесный Град. Глава девятнадцатая. Последнее испытание Небесного. Вижу я, как пилигримы вышли из очарованной страны и вступили в страну в сочетание, где воздух чистый, дорога ровная. Некоторое время они шли молча, наслаждаясь удивительной красотой природы. Щебель птиц, благоухание трав и цветов, паркование горлиц. Здесь солнце светит днем и ночью. Долина смертной тени и замок сомнения с великаном отчаяния очень далеко. Зато ясно виден Небесный Град. Цель всего путешествия. Уже начали встречаться им жители этого Града. Именно здесь был заключен союз жениха и невесты. И как жених радуется невесте своей, так Бог радуется при виде своих искупленных. Наши странники не нуждались здесь ни в вине, ни в хлебе, ибо нашли в изобилии все то, что с трудом находили во все время своего странствования. Они даже слышали громкие голоса, доносящиеся из самого Града. «Скажите через Иона, грядет Спаситель твой, награда его с ним!» А жители страны обращались к ним. «Святой народ, искупленный Господом!» В этой дивной стране сердца их переполняло до сели незнакомое им чувство радости. И чем ближе приближались они к Граду, тем яснее вырисовывались его контуры. Фасады домов были украшены дорогими каменями. Каждые ворота были из одной жемчужины, а мостовые вымощены золотом. Весь этот блеск, все это великолепие, солнечные лучи, отражающиеся в них, вызывали в сердцах пилигримов страстное желание увидеть своего Спасителя. Христианин с уповающим от всей этой красоты почувствовали даже легкое головокружение, поэтому они решили немного отдохнуть, восклицая. «Если увидишь моего возлюбленного, скажи ему, что я страдаю от любви!» Собравшись с силами, они продолжили свой путь. Дорога проходила мимо благоухающих цветников и удивительной красоты виноградников и фруктовых садов. Подойдя ближе, они увидели садовника и спросили его, «Чьи это чудесные виноградники и сады?» «Царя», — ответил он, — «и разбиты они здесь для него и для пилигримов». И садовник повел их в виноградник и предложил им отведать сладкого винограда. Показал он им также царские аллеи и беседки. В одной из них они остановились на ночлег и крепко уснули. Во сне они наговорили больше, чем за все время путешествия. Я очень удивился этому, как вдруг услышал слова садовника. «Чему ты удивляешься?» Это сделал виноград, которого они вкусили. От него засыпается так сладко, что уста спящих начинают говорить. Проснувшись, они решили идти дальше. Но отражение солнечных лучей придавало зданиям и мостовым такой ослепительный блеск, что глядеть на все это неосветным было просто невозможно, и пилигримы вынуждены были воспользоваться узком темного стекла. Продолжая свой путь, они встретили двоих юношей в золотых одеждах, лица которых светились, как солнце. Юноши спросили пилигримов, откуда они, где ночевали, какие трудности им пришлось пережить, были ли радостные дни и где они черпали утешение. Внимательно выслушав ответы, один из юношей обратился к ним. «Вам предстоит преодолеть еще одно препятствие, и вы войдете в небесный град». Христианин и его товарищи попросили юноши остаться с ними. «Мы пойдем с вами», — сказали они. «Но выйти победителями вы сможете только через вашу собственную веру». Теперь они продолжали путь уже вчетвером. Вдруг они от неожиданности остановились. Дорога, по которой они шли, уходила в реку. Реку широкую, глубокую и бурную. Моста поблизости не было видно. Пилигримы смутились. Но юноши объявили им, что реку нужно обязательно перейти, иначе до ворот никак не добраться. Нет ли какой-либо другой дороги, ведущей в небесный град? Для вас нет иного пути. Лишь двое, Енох и Илья, прошли в небесный град другим путем. Никому более до того часа, как вострубит последний ангел, не будет дана возможность пройти в небесный град иначе, чем через эту бурную реку. Пилигримы, особенно христианин, огорчились, услышав это, и стали озираться по сторонам. Не найдя ничего, что могло бы избавить их от переправы через реку, они вновь обратились к юношам. Река везде одинаково глубока. Нет, ответили те. Глубина воды зависит от силы вашей веры. Чем сильнее вера, тем мельче река. И наоборот, чем слабее вера, тем она глубже. Мы здесь бессильны помочь вам. Пилигримам ничего другого не оставалось, как войти в воду. Но лишь только христианин вступил в реку, как стал тонуть. В испуге он закричал своему другу. Я тону в водах глубоких, и волны накрывают меня с головой. Уповающий ответил ему. Мужася, брат, я чувствую дно, и оно твердо. Но христианин воскликнул. Увы, друг мой, ужас смерти овладел мною, и я не вижу страны, где текут молоко и мед. При этих словах беспросветная мгла кружила христианина, и он уже больше ничего не видел перед собой. Лишь изредка произносил он бессвязные слова, выдающие весь ужас и страх его души и сердца навеки остаться здесь и не вступить в небесный град. Прежде совершенные им грехи всплыли в его памяти, терзали его и мучили. Ему казалось, что злые духи стоят рядом и уже готовы унести к себе оскверненную грехом душу его. Уповающий с трудом удерживал своего товарища над водой. Иногда от слабости он выпускал его из рук, и тогда христианин совсем исчезал под волнами. Уповающий всеми силами старался ободрить его. Брат, я уже вижу врата, и там стоят люди в сверкающих одеждах, готовые принять нас. Но христианин слабым голосом отвечал. Тебя, тебя одного не ожидает, друг мой. Ты всегда уповал на Господа, с самого начала, сколько я тебя знаю. Ты также уповал на него, брат, утешал его товарища. Нет, друг, если б я это делал, он бы пришел теперь спасти меня. Но за грехи мои я попал в эту западню и погибну. Уповающий возразил. Милый брат, разве ты забыл слова, сказанные о нечестивых? Они с смертью не будут связаны, ибо тверда их сила. Они не смущены, подобно другим, и не будут мучены, как другие. Это смущение, этот ужас, который объяли тебя, не означает, что Господь тебя оставил. Он хочет испытать тебя. Действительно ли ты в своей нужде будешь надеяться лишь на Него одного? Помнишь ли ты Его милость? Христианин задумался на некоторое время. Уповающий же не переставал его уговаривать. Мужайся, друг, и не страшись, Иисус Христос вернет тебе силы. Вдруг христианин громким, ликующим голосом воскликнул. О, вот он, я вижу снова его, и он мне говорит. Когда ты пройдешь через воды, я буду с тобой, и реки не накроют тебя. Они оба ободрились, и враг при этих словах отступил. Христианин сразу же почувствовал под ногами дно, и остальная часть реки показалась им мелководной. Целыми и невредимыми они вышли на берег. Здесь их уже ожидали те два юноши в сверкающих одеждах, которые проводили их до входа в реку. Увидев обоих пилигримов, они приветствовали их словами. Мы, служебные духи, послаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. И все четверо направились к вратам. Нужно заметить, что небесный град стоял на крутой горе, но пилигримы поднялись вверх с необыкновенной легкостью, потому что юноши поддерживали их с двух сторон. Кроме того, странники оставили в реке свои земные одежды и вышли из воды ногими. Они не чувствовали ни усталости, ни холода и коротали время оживленной беседой. Они были счастливы, что им удалось пройти реку, и что эти двое милых юноши сопровождают их. Спутники пилигримов рассказывали им о неописуемой красоте и величии небесного града. «Вы приближаетесь к горе Сион, — сказали они, — к небесному Иерусалиму, где бесчисленное множество ангелов и души скупленных. Вы войдете в рай Божий, где увидите древо жизни и вкусите от плодов его. Там вы оденете белые одежды и постоянно будете в присутствии царя во все дни вечности. Там более не будет того, с чем вы встречались на земле — скорбь, болезни, плач и смерть, ибо все прежнее миновало. Вы увидите здесь праотцов Авраама, Исаака и Иакова, всех пророков и праведников, кого Господь избавил от будущих страданий. Здесь они все ныне пребывают, живя в праведности. «А что в этом священном месте предстоит делать нам?» — поинтересовались пилигримы. «Вы там получите утешение и радость за вашу скорбь, ваши труды и за вашу печаль на земле. Вы будете пожинать то, что посеяли, пожнете плоды ваших молитв, слез и страданий, которые пришлось вынести вам за веру и любовь к Царю Небесному. Там наденут на ваши головы золотые венцы, и вы будете постоянно наслаждаться его присутствием, ибо увидите его во славе. День и ночь будете вы служить ему, воздавая хвалу и благодарение ему, которому вы так уже желали служить на земле, хоть это и связано с трудностями и непостоянством по немощи вашей. Очи ваши с восторгом узрят лик царя царей, а уши ваши станут внимать глазу всемогущего. Вы светитесь с родными, близкими и друзьями, которые раньше вас покинули землю, а потом с радостью встретите тех, которые придут после вас. Вы будете обличены славой и величием в обществе царя славы, когда он явится на землю после того, как прозвучит последняя, седьмая труба. Когда вы будете рядом с ним, когда он вас сядет на престол свой в день судный, вы будете при нем. И когда он произнесет приговор свой против всех творящих нечестия, будь они ангелы или человеки, вы будете иметь голос на суде, потому что они были врагами его и вашими. И когда, наконец, он вернется в град свой, и вы вернетесь с ним при звуке трубном, то пребудете с ним вечно. У ворот их встретило небесное воинство ангелов. Один из ангелов, сопровождавший пилигримов, а эти юноши и были ангелами, сказал, Все мужи, возлюбившие Господа нашего, когда еще были на земле, они оставили все ради его святого имени, и он послал нас за ними, чтобы привезть их сюда, дабы они получили радость узреть своего Искупителя. Небесный хор грянул песни, блаженно званные на брачную вечерю Агнца. Тут подошли к ним царские трубачи, одетые в белые светящиеся одежды, чтобы приветствовать пилигримов, проделавших тяжелый путь и заслуживших небесное царство. И громким возгласом радости вторило небесное эхо. Часть сопровождающих шла впереди, часть по обоим сторонам, а остальные сзади. Вся эта процессия была похожа на встречу очень важного гостя. Ангелов было так много, что пилигримам, казалось, синие божители встречают их с пением, трубами и возгласами торжества. Пилигримы вкушали радость от общества ангелов и служителей Господних. Они уже видели впереди небесный град. В воздухе плыл колокольный звон, чтобы приветствовать их с большой торжественностью. Но особенно радостной для них была мысль, что здесь приготовлена им вечная обитель, каким языком или пером можно описать эту небесную радость их сердец. Подойдя к воротам, они увидели надпись с золотыми буквами. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Здесь их спутники приказали им постучать. На стук на городской стене показалось несколько человек. Это были великие мужи Божии, Енох, Моисей, Илья и другие, которым ангелы представили пилигримов так. Эти пилигримы вышли из города Гибель, возлюбя царя небесного. Пилигримы отдали полученные ими в начале путешествия свидетельства, которые были тотчас отнесены к царю. Царь, прочтя свидетельство, спросил. «Где эти люди?» «Они у ворот», — был ответ. И тогда царь приказал отворить ворота. «Да войдет народ праведный, хранящий истину». Тогда увидел я, что пилигримы вошли в ворота, и там вдруг преобразились и были обличены в одеяния, сверкающие, словно золото. Каждому из них вручили арху для прославления Всевышнего. Голову украсили венцом славы. Вдруг разум зазвонили все колокола, и под чудный перезвон послышался голос, обращенный к ним. «Войдите в радость Господа вашего!» Радость, охватившая пилигримов, переполнила их сердца, и они присоединились к ангелам, сидящему на престоле, и Агнесу в благоволение, честь, слава во веки веков. Пока ворота были отворены, я заглянул туда и увидел, что в городе светло, словно весь город одно большое солнце. Улицы вымощены золотом, а по ним прохаживаются херувины и серафины с пальмовыми ветвями и арфами. Ангелы, которых было большое множество, воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Но тут затворились ворота, и мне стало жаль, что не могу их сопровождать далее и пребывать с ними в небесном граде. Песня «Свят, свят, 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 свят» Орелом будет в веки, в веки, в веки, в веки, в веки. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя. Размышляя о всем виденном и слышанном, я случайно обернулся назад и увидел невежду, подходящего к реке. Перебраться через нее ему не стоило никакого труда, так как его любезно согласился перевезти некий паромщик по имени Напрасноуповающий. Невежда поднялся на гору совершенно один, никто его не сопровождал, никто не вышел ему навстречу, никто не приветствовал его. Когда он подошел к воротам и прочел надпись над ними, он стал стучать в дверь в полной уверенности, что ему тотчас будет разрешен вход в город. Но голос из-за ворот спросил его. — Кто ты и что тебе нужно? — Я ел и пил в присутствии царя, и он учил на улицах нашего города. — Есть ли у тебя свидетельство, которое мы можем показать царю? Он долго искал во всех карманах и за пазухой, но ничего не нашел. — Разве нет у тебя свидетельства? Пришелец молчал. Пошли доложить царю, но он не пожелал спуститься сам, а повелел двум ангелам, сопровождавшим христианина и уповающего, выйти к невежде, связать ему руки и ноги и выбросить вон во тьму кромешную. Они его подняли и понесли по воздуху до той самой двери, которую я заметил на склоне горы. Тогда я понял, что в ад ведет дорога не только из города гибели. В ад можно попасть, уже будучи у врат в небесный град. Тут я проснулся и понял, что это был сон. Субтитры создавал DimaTorzok Славный день настал, мечанья, на престол нас подступил, и основы мирозданья свет спасенья озарил. На кресте лице Тернопа, голова мыла Христа, а теперь в сиянье новом, лечит лика красота. А теперь в сиянье новом, лечит лика красота. Небеса в согласии стройно всех народу Христу поют, В мгновеньем спокойны, в реке радостный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok